Омские автомобилисты проводили зиму необычным заездом. Водителям предстояло пробираться на своих внедорожниках по заснеженному полю. Победители состязаний ждали заслуженные награды, а всех участников культурная программа и традиционные масленичные блины. Продолжит Данила Выжевский. Под оглушительную музыку и рев моторов. Так члены одного из омских автоклубов начали праздновать масленицу. Многие приехали на праздник семьями. Пока водители покоряют снежные просторы, родственники развлекаются по-своему и лакомятся блинами. Изначально всегда масленицу на Руси провожали какими-то такими силовыми упражнениями. Вот и у нас пришла идея о том, чтобы наши участники, участники нашего соревнования физически поработали на дистанции и протащили машину через 75-метровое поле заснеженное. То есть физически поработали и проводили таким образом зиму. Старт дан, но машины не срываются с места. Вдавить педаль газа в пол значит проиграть еще в начале дистанции. Огромные колеса зарываются в снег. Двум помощникам водителя предстоит лопатами расчистить дорогу для внедорожника. Ну а некоторые водители буквально пробивают себе путь бамперами. В такой дисциплине главное далеко не скорость, а умение работать лопатой. Так в каждой команде по три человека. Двое гребут, один едет. Ну и водителю нередко приходится выйти из-за руля. Сидор! 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 Некоторые команды еще в начале дистанции. Но фавориты уже определились. Первым из снежного плена вырывается УАЗ «Патриот». За рулем автомобиля Андрей Таранов. Вы финишировали первым. Каково это? Я всегда первый. Мне привычно. Я радостный. За команду. А вот за второе место разыгралась нешуточная борьба. Команда на ленд-ровере чуть было не отдала серебро еще одному представителю отечественного автопрома. С перегревом двигателя. Но иномарка все же вырвалась вперед. Трио на русском джипе на третьем месте. Как нонка? Сложно было? Нет, нормально. Ребята, помощники вообще вот такие. Ну, чуть-чуть не повезло. Все участники заездов получили заслуженные призы. После состязания мечей ждала развлекательная программа. С традиционными для масленицами сжиганиями главного символа праздника – чучелом зимы. Данила Выжевский, Александр Ибуха. Новости здесь. Омск. Продолжение следует...